Приветствую вас на очередном уроке курса полезные инструменты. Сегодня мы познакомимся с очень полезным инструментом, который называется интеллектуальные карты. Уверен, что с интеллектуальными картами вы уже встречались. Это очень хороший инструмент, который позволяет визуализировать ваши мысли, структурировать работу над каким-то проектом, сделать его наглядной, понятной. И чаще всего интеллектуальные карты используются при совместной работе, при каком-то мозговом штурме над проектом. В рамках нашего тренинга «Используя интеллект-карту» вы можете применить при ответе на домашнее задание урока «Пожаховая схема привлечения». Домашним заданием будет написать примерный разговор с клиентом, структуру разговора. И вот этот разговор, ветвеление этого разговора можно сделать как раз с помощью интеллект-карты. Сервисов по созданию интеллект-карт очень много, колоссальное количество. Есть абсолютно бесплатные, есть платные. Я пользуюсь сервисом, официальный сайт которого сейчас вы видите на экране. Он очень понятный, у него русский интерфейс, у него встроенная система обучения, у него есть платный тариф и есть абсолютно бесплатный тариф, функционала которого нам хватит для того, чтобы решать наши задачи. Если захотите работать с интеллект-картами, командой, захотите использовать какие-то дополнительные функции интеллект-карт, тогда вам потребуется платный тариф. Интеллект-карты могут работать на любом устройстве, что сейчас очень актуально. Для того, чтобы начать работать с конструктором интеллект-карт, вам необходимо перейти на страничку официального сайта. Ссылка будет под описанием. Пожалуйста, пользуйтесь только легальными официальными версиями. И нажать в правом верхнем углу на кнопку регистрации. Сервис позволяет вам пройти быструю регистрацию с использованием аккаунта Facebook, либо аккаунта Google. Если в этом браузере вы можете открыть страничку Facebook, нажать на кнопку «Войти через Facebook» и подтвердив все предложения, которые вам предложит сервис, вы авторизируетесь в сервисе интеллектуальных карт. Точно так же можно сделать через аккаунт Google. Очень удобный, быстрый способ регистрации. Но я выполню классическую версию, зарегистрируюсь через электронный адрес. В поле «Имя» я наберу имя, которое будет использоваться для идентификации меня на сервисе. Наберу это по-английски. В поле «Почта» я скопирую адрес почты, который я сейчас могу открыть. Лучше использовать почту «Яндекс» либо почту «Джимейл». И в поле «Пароль» придумаю какой-то пароль для данного сервиса. Это не пароль от вашей почты, это пароль, который вы будете использовать для авторизации на сервисе интеллект-карта. Заполнил все поля. Нажал на чекбокс «Я согласен» со всеми условиями. И нажимаю на кнопочку «Регистрация». Мне сообщают, что мое имя должно быть написано через пробел. Первый раз с таким встречаюсь. Добавляю пробел и еще раз нажимаю «Регистрация». LastPass сохраняет мой пароль. Так как я регистрировался через почту, сервис отправляет на мою почту письмо с подтверждением регистрации. Вот я уже вижу, что в моей открытой почте есть какое-то новое письмо. Перехожу в почту, письмо от сервиса, активируйте свой аккаунт. Открываю это письмо и нажимаю на кнопочку «Активировать аккаунт». Все, я активировал свой аккаунт Игорь Черновусов на сервисе интеллектуальных карт. Сервис предлагает выбрать мне нишу, в которой я работаю. Я выберу нишу образования. Скорее всего, в зависимости от ниши, сервис вам будет предлагать уже какие-то готовые шаблоны для интеллект-карт. Я сразу попадаю в поле конструктора интеллект-карт, могу уже создавать свою первую карту. Как я говорил, у сервиса есть встроенная обучающая система, которая вам будет подсказывать на первом этапе, что вам нужно делать с этим сервисом. Я ее сейчас отключу, но вы можете прям читать все рекомендации и создавать свои интеллект-карты с помощью подсказок на сервисе. Нажму на крестик. Итак, чтобы начать работать, вам нужно придумать название для своей первой интеллект-карты, то есть с чего она будет начинаться. Я назову ее, например, «Разговор с клиентом». Печатаю здесь и нажимаю клавишу «Интер». Наведя мышку на поле, убедившись, что маркер мышки у меня изменился, он со стрелочки стал направленным во все стороны, прижимаю левую клавишу и двигаю начало своей интеллект-карты ближе к левому краю. Но мне так удобнее работать. Все функции с интеллект-картами выполняются с помощью двух клавиш на клавиатуре. Это клавиша «Табуляция», это движение по горизонтали, то есть добавляю новую тему. И клавиша «Интер» — это опускаюсь вниз, под тему. Нажимаю клавишу «Табуляция», и у меня появилась новая тема. Я ее назову, например, «Первый вопрос». Первый вопрос. Все, нажимаю клавишу «Интер». С темой я закончил. Опять же, ее можно расположить на поле вашей интеллект-карты, как вы хотите. Первый вопрос может быть разным. Нажимаю клавишу «Табуляция» и пишу вариант 1 первого вопроса. И сейчас я напишу несколько вариантов моих первых вопросов. Нажимаю клавишу «Интер» и еще раз при выделенном поле интеллект-карты клавишу «Интер» и создаю еще одну веточку. Пишу вариант 2. Нажимаю клавишу «Интер». Опять у меня выделена карта. Если я нажму «Табуляция», то у меня появится поле по горизонтали. И если нажму клавишу «Интер», у меня появится еще одна веточка. Вариант 3. Например, у меня есть несколько скриптов, и где вариант первого вопроса у меня прописан целых трех вариантов. Нажимаю клавишу «Интер» и так далее. Количество этих полей в принципе ничем не ограничено. Хочу опять же начинать расписывать структуру разговора после первого вопроса, после первого варианта. Выбираю это поле, нажимаю клавишу «Табуляция», у меня появляется возможность написать какой-то конкретный ответ моего клиента. И вот таким образом, выбирая нужную вам карту, нажимаю «Табуляцию», двигаюсь вперед, нажимаю «Интер», опускаюсь, появляется новое поле внизу. Вы можете создавать структуру. Могу двигать всю мою карту, просто наводя на какую-то структурную линию. Если хотите удалить какое-то поле, выбираем его и просто нажимаем клавишу «Делета». Оно просто исчезает. Выбираем и нажимаем «Делета». Что еще можно делать? Можно, конечно, все эти поля украшать. Справа у нас есть панель инструмента, которая позволяет, например, в выбранном поле быстро поменять шрифт. Щелкаю на кнопочку со шрифтом, и шрифт у меня меняется. Могу поменять не просто размер шрифта, могу сделать его жирным, либо курсивом, нажимая на соответствующие кнопочки. Что еще могу сделать? Я могу выбрать вариант вида моего поля. Могу его сделать вот таким вот кругленьким, залитым, либо, например, вот таким вот красным, либо вот такого плана. То есть вариантов достаточно много. Могу менять фон за самими полями. Вот так могу делать. Могу в каждое из полей вставить какой-то символ, например, вот такую мордочку, либо вот такую, если у вас там какое-то перечисление идет. Либо могу вообще какую-то пиктограммочку сделать. Выбираю поле, нажимаю на пиктограмму. Инструментарий абсолютно не сложен, и вы можете его использовать. Если допустили какую-то ошибочку, у нас есть действие отменить, и отменяем выполненное действие. Получить полный доступ к возможности изменения каких-то элементов ваших полей, выбрав конкретное поле, выбрав действие, ну, например, форма кнопки, нажимаем на кнопочку настройка, если она у вас доступна. И вот сейчас можно менять характеристики, которые вообще-то не были доступны у нас в инструментарии. Вот таким вот образом. Небольшая панель инструментов справа позволяет увеличить, либо уменьшить вашу интеллект-карту, положить ее сразу по центру, добавлять поля по горизонтали, можно не только клавишей табуляции, можно нажимая на плюсик, вот здесь вот, и вот будет появляться поле. Но через табуляцию и интер, ну, например, лично мне, добавлять быстрее и проще. Итак, первая интеллект-карта создана. Если я нажму на кнопочку с изображением стрелки влево, я попаду в свой личный кабинет. Вот именно здесь вы можете настраивать свой профиль, аккаунт, улучшать свой аккаунт. Здесь как раз собраны все ваши созданные интеллект-карты. Из личного кабинета вы можете создать новую интеллект-карту на основе шаблона имеющегося. Выбрав готовую интеллект-карту из моей карты, то есть уже созданной, вы, щелкнув на три точечки в уголочке карты, можете эту карту удалить, можете ее скопировать, для того, чтобы, например, на основе уже готовой карты создать что-то новое. И можете эту карту экспортировать. Экспортировать можно практически в любой формат, но экспорт в другие форматы доступен только на платных тарифах. Сейчас вы можете сохранить свою интеллект-карту, например, на диске своего компьютера, в формате конструктора. Вот этот формат доступен на бесплатном тарифе интеллект-карт. Вы можете ее сохранить у себя на компьютере, и эта карта будет храниться уже у вас. Но открыть ее можете, опять же, только с помощью конструктора интеллект-карт. И, например, продолжить с ней работать. Вот такой понятный, хороший сервис. Конечно, для того, чтобы начать работать с этим сервисом, хватает абсолютно бесплатного тарифа. Но если вы хотите продвинуто использовать этот сервис, то, конечно, нужно будет переходить на платный вариант, либо искать какой-то абсолютно бесплатный аналог. Еще раз повторюсь, их достаточно много. Ну, я пользуюсь вот этим сервисом. Он очень популярен и надежно работает. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, было что-то непонятно, пожалуйста, пишите, ответьте на домашнее задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!